Дорогие друзья, любители русского бильярда, на ваших ранах Кубок Федерации Русского Бильярда, который был проведен в Москве, в Русском Бильярдном Доме. И вот перед вторым полуфинальным матчем, в котором будет встречаться Евгений Сталев и Сергей Ермаков, вот такая красочная церемония открытия этого турнира. Напомним вам, что первый полуфинал уже состоялся, Эдуард Гальянц обыграл в нем Аслана Бузуева, вот он сейчас просто дожидался, когда выйдет этот бильярдист на представление. Вот он. Итак, сначала расскажу о том, что этот турнир проходит по обычной системе два полуфинала. матч за третье место и финал. Вот таков, вкратце, регламент этого турнира. Ну а с вами в эфире, как обычно, комбинаторы Павел Черемесов, Павел Швецов. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот Юрий Николаевич Пантелеев, наш заслуженный бильярдист, наносит такой первый удар, который и официально открывает этот турнир. Теперь давайте сразу же послушаем мнение самого Юрия Пантелеева, который является на Кубке Федерации Русского бильярда комиссаром турнира. Я считаю, что сейчас, если покажут эти игры, зрителям должно понравиться. И можно как бы восстановить все-таки русский бильярд, русские традиции. И почему бы и нет не показывать и такую игру, и такую игру, и такую игру же все-таки много разнообразия. Там 5-6 игр можно как бы играть в них. И в такие игры может уже играть и такой человек моего возраста даже я могу сыграть. Почему как бы здесь же нужна не только кладка, но и нужен опыт просто еще. Фактически. Игры, так как молодые у нас еще пока, ну, как правило, они любят забивать шармей. А тактика хромает. Просто надо больше учить. А вот если мы будем транслировать все это, если будут у нас участвовать, это как раз будет давать молодым только плюс. Дорогие друзья, все то, что сказал Юрий Николаевич Пантелеев, впрямую относится к тому событию, которое вы сейчас наблюдаете на своих экранах, поскольку сейчас игроки проводят раскатку. И вот я попрошу моего коллегу Павла Швецова рассказать, в чем же, так сказать, тайный смысл всего этого действия. Видите, даже нет шаров еще на столе. Выигрыш и раскатку выбирают игру, в которую будут играть спортсмены. В данном случае во втором полуфинале играют либо в русскую партию, либо в русские фишки. Вот судя по первому удару начальному, который произвел Евгений Сталев, это русская партия. Пять шаров. То есть он выиграл раскатку и выбрал игру? Выбрал эту игру, да. Вот сейчас он сделал идеальный первый удар. Первый удар в эту игру нерезультативный. Давайте тогда сразу знакомьте нас с правилами. С правилами этой игры. В эту игру играется пять шаров. Два шара белых. Это один виток Евгения Сталева, другой в данном случае виток Сергея Ермакова. Два красных шара и один желтый. Это прицельные шары. Смысл игры забития чужих шаров. Надо набрать 60 очков. Каждый шар определенное количество очков. Значит, желтый три очка, белый соперника одно очко, красный два очка. Я так понимаю, что система, вот эта очковая система, да, она несколько упрощена. Да, она по сравнению с... В эту игру, наверное, уже лет сто не играли. Кроме Финляндии, в нее ее называют... Кайзу еще эта игра. Немножко отличается от русской партии, но, в принципе, смысл тот же самый. Немножко Федерация Русского Биллиарда ее модернизировала в связи с тем, что как бы изменились времена и, соответственно, вот эти новые введения, они, на мой взгляд, добавят динамизма немножко этой игре и упростят подсчет шаров, потому что подсчет шаров по старым правилам достаточно сложный. То есть соперник играет своим битком, забивая чужих шаров. Имеет право играть только своим битком. Только своим битком, да. Они отличаются номерами? Они отличаются номерами. Соответственно, здесь не видно с дальних камер. Ну, в данном случае первый и второй шар. Небольшая разница. То есть можно забивать чужой биток соперника, любой прицельный шар. Здесь в эту игру играется строгий заказ. Если в первой полуфинале мы смотрели русскую пирамиду, там является просто надо заказать и сыграть этот шар в заказную лузу. То в данную игру здесь строгий заказ. То есть все соударения, возможно, с шаром, с бортом, все заказываются. И в этой последовательности должна быть произведена комбинация. Не заказываются только карамболи. В случае результативного удара карамболь также арифметическим действием сложения прибавляется к общей сумме очков, забитых спортсменом. Ну, к простому примеру, допустим, забивает игрок дуплетом желтого шара. Три очка шар, три очка дуплет борт. Соответственно, шесть очков результативный удар. Допустим, следующим ударом он играет желтого от белого в лузу. Соответственно, желтый три очка, белый одно, падающий шар сумма четыре. Если биток после этого соударяется еще с каким-то красным шаром, допустим, прибавляется к этой сумме еще два. То есть все арифметически, все соударения, все суммируются. Все суммируются. Тогда надо сказать зрителям о том, что в эту игру любой белый шар стоит забитие этого шара, стоит одно очко, забитие красного шара стоит два очка, забитие желтого шара, стоит три очка. Соответственно, карамболь, вот сейчас был, так понимаю, карамболь. Карамболь был, но он считается только, когда удар результативный, то есть забит прицельный шар. Карамболь – это в данном случае соударение битка с двумя разными шарами. Ну, с двумя, с тремя, с четырьмя. Максимум, как вы понимаете, биток может соудариться с четырьмя чужими шарами, находящимися на столе. Штраф в эту игру минимальный два очка. То есть это падение битка, вылет шара за пределы игрового поля и, соответственно, неуполнение правил отыгрыша. То есть отыгрыш в эту игру похожий с русской пирамидой. Это перекат середины, два борта и зона луза. Итак, напоминаю вам, что каждый спортсмен имеет право наносить удар только по своему битку. Вот мы видим, что у Евгения Сталева шар номер один. Это его биток, соответственно, шар номер два. Это биток Сергея Ермакова. Вот в случае сыгрывания прицельного шара он выставляется, в данном случае красный, на противоположную половину стола от уже стоящего красного. От другого красного шара. Желтый шар выставляется всегда на середину стола. Если эта точка занята, то на точку первого красного шара, где происходил разбой, вне дома стоял красный шар, вот туда выставляется желтый шар. Если все три точки заняты, значит, шар выставляется на борт. Когда точка освобождается, выставляется на свою точку. Значит, еще один нюанс, что желтый шар, сыгранный в середину, не может быть напрямую сыгран второй раз. То есть только через комбинацию. Ну, это естественно, поскольку после того, как сыгран желтый шар, он, естественно, тут же возвращается на точку на среднюю. Если он был сыгран к середину, то таким образом, удерживая свой биток на центральной линии стола, до бесконечности можно забивать туда. Да, но при этом, как бы, играя красного, это как бы не запрещается в углу. Вот сейчас Сергей забил два очка и сделал карамболь по красному, то есть пять очков. По желтому сделал карамболь. Вот два очка стоил шар красный, забитый. И три очка карамболь по желтому. Подбой желтого шара, да, еще прибавляет его стоимость. Стоимость желтого шара три очка, соответственно, пять. Восемь-пять впереди. Евгений Сталев. Значит, еще хотелось бы остановиться на начале игры. То есть начальный удар в эту игру нерезультативный. То есть, что я продемонстрировал в начале Евгения, он попытался убрать в дом и свой биток и желтый шар. Почему? Потому что следующим ударом соперник начинает опять из дома и может попадать в шары, которые стоят за домом. Естественно. При этом этот удар результативный. И результативным, значит, напрямую можно сыгрывать шары вне дома в угловые лузы и в любые оставшиеся четыре лузы можно играть комбинацию. То есть, допустим, если шар стоит вне дома, желтый, то его можно дуплетом сыграть в середину. Напрямую нельзя. Или, допустим, сыграть дуплетом обратно в угол к себе. Это все считается результативным. С использованием борта. С ударением борта либо шара, шар в шар. Да, либо через шар. Только напрямую в противоположные угловые вот эти можно играть. Вот сейчас вот был штраф. Ошибается сейчас. Сергей Ермаков неплохую серию им выдал. Забил белого шара. Один из шаров он, собственно. Один из очков он. Да. Вот в этом случае вот эти два очка прибавляются сопернику. Но от, обратите внимание, от Сергея Ермакова они не отнимаются. Да, они не отнимаются. И уже следующим ударом он будет играть из дома. Соответственно, сейчас Евгений должен ставить какую-то комбинацию. Сейчас мы на этом подробно остановимся. смотрите, вот что делает Евгений сейчас. Он убирает, во-первых, и желтый шар, и свой шар в дом. Поскольку... Нет, это не... Да, в дом убирает, да. Поскольку теперь Сергей Ермаков имеет право играть своим шаром, который сейчас достанет из лузы, только из пределов дома. Причем, вы понимаете, да, что он не имеет права играть те шары, которые находятся уже в доме. Он их может сыграть, только перекатив линию дома, то есть вернуть шар обратно. Ну, то есть от от борта, от короткого, да? Ну, или от двух бортов, или от трех, без разницы, да. Ну, то есть самый простой вариант, допустим, от короткого борта. Вот, вот сейчас у него позиция стоит, он может сыграть, допустим, оборотного в середину, или бы прямого в угол. И если бы Евгений Сталев сейчас чуть получше поставил себе эту пару, свой биток и желтый, вот, просто чуть поудобнее себе поставил, подкатив как можно ближе прицельный шар, в данном случае желтый к лузе, в таком случае Сергею пришлось бы этот желтый шар отбивать, или как-нибудь его вот таким образом, допустим, закрывать. Вот он и сейчас пытается закрыть его. И это ему удается. Идеально поставил шар Сергей Ермаков, но сейчас выцеливает, наверное, шаром Евгений. Да, поскольку он имеет право наносить удар только по своему, по своему битку. Перерезает. Попытка сыграть шаром желтый в угол неудачная. Позиция становится достаточно для Евгения удачная. Все шары, которые может сыграть его соперник, достаточно сложные. Ну, в эту игру пять шаров, конечно, вот такой желтый, который стоит в угол, его можно прицельно играть. Хотя, видите, если он его сыграет, то открывается для Евгения красный в середину достаточно простой и в угол. Соответственно, он перед игроком, в данном случае Сергеем Ермаком, есть выбор либо атаковать прицельно чужой шар, один из чужих, либо сыграть как-то позиционно. То есть, изменить позицию таким образом, что в случае несыгрывания следующий удар соперника будет достаточно сложный. То есть, для этого можно сыграть по битку соперника. в данном случае можно было красным шаром прицельно сыграть биток чужой, а в данном случае Сергей Ермаков мажет траекторию забития красного в угол, но оставляет игру в угол желтого. Странное решение, скорее всего, говоря, сейчас выиграл Сергей Ермаков, но ему виднее, конечно. Дуплеты пытаются сыграть Евгений мимо. Ну, позиционно, видите, как удачно в случае забития отбился чужой биток и выход в угол под красного. Видите, оттяжка, но не хватило чуть-чуть, широко пошел первый красный шар. Вот это здесь, в эту игру очень много позиционных таких решений и, как бы открытых таких атак. То есть, либо ты смело атакуешь, либо ты все время пытаешься поставить чужой биток в неудобную для соперника зону. Пытался утопить биток Евгения Сергея Ермаков, но не удалось. Надо сказать, что здесь получаешь определенное преимущество, если сумеешь забить биток соперника, поскольку он не достается до тех пор, пока твоя результативная серия не закончится. А, как вы понимаете, убрать биток соперника, который после этого, когда закончится твоя результативная серия, будет еще обязан ввести свой шар в игру с руки из дома, таким образом ты ограничиваешь его во многом, ограничиваешь, то, соответственно, грамотный выход после сыгрывания битка соперника под какой-либо красный или желтый шар, да, дает тебе определенное преимущество. Именно поэтому иногда бывает важно убрать шар соперника со стола. Ну вот сейчас Евгений сделал неплохой удар, подкатил один из красных шаров к угловой вузе. И видите, напрямую, да, из-за другого красного не видно. Приходится теперь от шара играть. Играет, как говорят бильярдисты, рискует сейчас Сергей. Ну и сразу такая ошибка. Сейчас возможность хорошей результативной атаки сейчас у его соперника есть. Тянется чуть-чуть Женя, но туда под железяку вгоняет, тем не менее. Да, забивает и совершает карамболь. Один ли? Вот сейчас, по-моему, с двумя судья посмотрит. Да, похоже, с двумя карамболями, то есть биток Евгения коснулся после забития желтого двух красных. То есть три очка забития и по два очка с ударения каждого красного шара. То есть всего семь. убрал на другую половину стола биток соперника и вот теперь Сергей отсюда будет. Посмотрим, что он придумает. Он позиционно играет, убирает биток Жени таким образом, что ему атаковать особо некуда. Да, не сахар. А при условии, видите, как... Женя опять смотрит, что делает. Убирает биток туда, да, и себе оставляет атаку. Видите, на нормальной резке стоит красный в угол. Ну, теперь, естественно, а у Сергея есть возможность броситься, да, здесь и желтый проходит в угол, и красный проходит в угол, но не играет. Павел, почему не играет? Ну, сложно сказать. Сложно сказать, может быть, как раз и не видно было. Не очень хорошо видно было. Женя, отбор-то играет, судя по всему, да? Сложно объяснить. По-моему, заказал дуплет отбор-то. Каблук, да, Каблук играет в угол. Каблук-то, да, сразу давайте, Павел, поясним зрителям, что это. Каблук-то это комбинация, при котором биток сперва ударяется в борт, а затем в шар. После этого возможна результативная атака какая-то. Вот опять выставляет таким образом, чтобы удобно атаковать красного шара. Вот в данной позиции, когда... Надоело Сергею отбивать. Да, вот в эту игру обязательно таких сыгрывать шаров. Ну вот у него стоял даже... Ну точно такой же стоял, уже раза два. И он не играл. Может быть, закроет. Сейчас смотрите, вполне возможно, желтый шар встанет... Ну... Нет, не закрыл. Ударился с другим красным. Такое, что он сам даже подошел. Тот красный подошел. Его будет играть. Подбил, да. Ну что ж такое? Ну, играл сложного с карамболем. Узел отскок, сужал отскок за счет так называемого винта Евгений. То есть это сильное усложнение удара. Павел, винт-то вам чем не угодил? Почему вы его даже так называете? Ну, просто смещенная точка, скажем, от центральной оси в данном случае левее. То есть в левую часть шара он бил. Естественно, происходит какое-то вращение, называют его винтом. Поэтому он так у вас называется? так называется. Потому что это больше как бы связано с каким-то вращением, а не венчением, которым говорят, нет такого слова венчения. Да, Павел, нет такого слова. Венчание есть слово. Венчание между тем нет такого слова. Настаиваю на этом. Так, забивает красный шар, по-моему, без карамболя, да? Без карамболя. То есть чистые два очка добывает себе Сергей Ермаков, сокращает чуть-чуть разницу в счете. Мы с вами в порыве страсти, при котором объясняли правила этой игры, совсем забыли сказать, собственно, где же она заканчивается. Игра, дорогие друзья, ведется, вот только сейчас мне пришла в голову эта мысль, игра ведется до 60 очков. Соответственно, вы понимаете, что здесь одним ударом, одной очень хорошей комбинацией можно сделать приличное количество очков там можно даже посчитать, если забить дуплета желтого, допустим, шара в середину и подбить все оставшиеся на столе шары, ну, если такое вообще возможно, то вот можно посчитать 6 за дуплет, соответственно, 2, 2, это оба красных ты подбил и еще 5 очков, да? соответственно, 11 очков можно сразу заработать. Одним ударом. Да, одним ударом. Всего нужно таких очков 60. либо 30 раз забить красного просто. Ну, либо 60 раз белого. Да, и еще такие есть условия в эту игру, что белым шаром и штрафом игра не заканчивается. Да, вот я тоже хотел сказать, что еще можно, в принципе, 30 раз оштрафоваться, чтобы соперник выиграл, но если, допустим, 60 очко набирается штрафом, то в таком... Это не заканчивается. Игра не заканчивается. То есть, человек, который набрал уже 60 очков, он должен произвести хоть какое-нибудь действие, отвечающее либо результативности, либо... Двухочковой результативности. Да, двухочковой, именно двухочковой результативности. То есть, даже сыгрывание битка соперника, за что начисляется одну очко, не закончит эту партию в его пользу. То есть, можно вечно потом забивать биток по одному очку, если это не дуплет, да, не два очка, и все время не будет выигрыша партии. Ну, это такой нюанс, который, если случится, мы, естественно, об этом подробнее поговорим. Вот так вот, с наших слов это выглядит так. И также еще одно есть такое условие в эту игру, чтобы при незаказанном падении чужого битка, то есть, я или не играл, у меня случайно упал биток чужой, да, соперника, либо я играл, но не, у меня не было соблюдены все условия, которые излагались. То есть, строгий заказ не был выполнен. Да, и упал при этом биток чужой, то следующим ударом соперник играет с руки с любого места стола. Это вот еще одно усовершенствование для того, чтобы соперники контролировали максимально чужой биток и, соответственно, понятно, что это русский гулярд, возможны всякие нюансы, случайности, но это должно еще больше давать возможность игроку контролировать именно не только свой биток, но и чужой биток. Ведь Евгений не просто играет на забитие, он еще всегда подразумевает продолжение. Даже не продолжение, в данном случае он подразумевал карамболь, то есть, он подбивал еще еще один шар, то есть, хочет максимум очков набрать. Но достаточно равная игра и счет равный. Вот сейчас его равный становится. Чуть-чуть надо было вращение взять Сергею, чтобы после второго борта шар имел более пологую траекторию наката. Видите, вот еще винтаж пошире пошел, тогда был бы карамболь еще с одним красным шаром после забития. Уточняет игрок установку шара. Ну вот, все красные шары мы отмечали, что они выставляются на первую, на третью точку в изначальной расстановке, да, а потом забитый красный возвращается на другую половину стола от того места, где находится другой красный шар и тоже, естественно, выставляется на точку и только желтый всегда возвращается на середину стола, на вторую точку постаре, на центральную точку, если она занята, то на одну из точек, где обычно располагается красный шар. Вот в этой игре очень много вот таких накатов чужого битка в лузу, естественно, заказанного, потому что в случае падения есть легкое продолжение, в случае даже нерезультативного удара сопернику достаточно сложно ковырять из угла стола что-нибудь, это такой удар достаточно распространен в эту игру. Видите, сейчас выводит Сергей сразу для атаки и в угол одного красного, и в угол другого Евгений Оборотний. Тут еще, конечно, желательно, помимо того, чтобы вывести биток свой на игру, поставить его таким образом, чтобы чужим битком его было сложно сыграть, то есть поставить за шар каким-то образом. Маску сделать, чтобы не отбили. Да, то есть и одновременно ты имеешь возможность атаковать и в то же время усложняешь жизнь сопернику. Сейчас желательно было, конечно, Сергею поставить биток Евгения поближе к желтому шару замазать, а сейчас уже Евгению более широкий спектр тактических возможностей, а вот если бы поставил вплотную прямо к борту и к желтому шару было бы очень сложно сейчас с Евгением играть. А так он даже умудряется атаковать не очень результативно. Ну, вроде бы как, если красный не идет в середину, достаточно удачно. Не дорезает прицельный шар в середину. Слышали мы, что Сергей заказал чужой биток. Видимо, в угол играет он его. Нет. А, вот даже как. Пытался от шара сыграть в середину. Сколько бы это стоило, Вайл? Белый шар одну очку и соударение с красным два очка. три очка. Три очка, если бы забил. Так, Евгений будет топить биток чужой и успешно это делает. Всего всего одну очко, но подбить желтый, но не попал. Ох, там страшенный левый винт просто. Мне все равно не дорезает. Аж наклейка обычно дымится у Евгения. Вот так вот он играет. Но смотрим, что происходит. Все шары находятся на одной половине стола, значит, причем это та половина, в которую можно играть. Да. Соответственно, сейчас Сергей будет смотреть либо сыграть биток соперника, либо красного. Возможен карамболь, надо посмотреть какую резку поставить. допустим, если он отсюда играет красного, на нем подтяжки желтый. В случае реализации пять очков. В общем, так и будет действовать. да, не результативно. Ну, ничего страшного то не произошло. В принципе, да. Люди пока по ходу знакомятся с правилами игры, которые вот на этих программах были напечатаны. Да, дело в том, что, видите, когда шар соперника стоит в такой зоне, неудобно. В общем-то, практически любая атака безобидная. Хотя, видите, сложного сыгрывает. Да, ну, Евгений мастер таких вот резок. Сложный биток. Сейчас есть возможность подкатить в угол желтый и убрать из игры, так называемый. То есть, в случае, если шар становится в вузе, угловой, желтый, тогда у вот сейчас, видите, остановился в вузе и сейчас Сергея, значит, либо что, либо результативно в угол атаковать, либо, как он сейчас делает, играет от горта по желтому, но попадает узко, тем самым совершается штраф, который прибавляет сопернику и у Евгения есть возможность сыграть либо напрямую желтого, либо просто желтого. Вот он сыгрывает желтого, желтый выставляется на середину, есть возможность забить опять этого желтого в середину, то есть, вот с такой ошибки, с такого подката, да, в общем-то, 8 очков можно сыграть. Ну, надо сказать, что здесь три-то было добавлено в качестве штрафа Евгению Сталеву за то, что его соперник пытался что-то соорудить с желтым шаром, не попал, поэтому его и наградили тремя очками штрафа. Хотел бы он что-нибудь соорудить с красным шаром, а не попал, наградили бы двумя очками. Хотел бы что-нибудь соорудить с белым шаром, и не попал. Все равно два очка, а поскольку штраф не может быть меньше, чем два очка. А если ты при этом еще и, так сказать, карамболи совершил, да, мало того, что ты не попал, но совершил какие-то карамболи, без переката там середины, без двух бортов, это, соответственно, штраф только увеличивает. Ну, в зависимости от ценности шара, по которому был совершен карамболь. И Евгений, смотрите, главное, чтобы буток не упал, нет, не падает буток, сложнейшего сыгрывает. Тут вот любители бильярда, члены клуба, собственно, русского бильярдного дома, смотрите, какая резкая. Они это оценили. Да, очень сложный удар. Вот это уже хорошая заявка, то есть такой отрыв 15-20 очков, 15-20 очков отрыв, это уже хорошая заявка на победу. Что-то будет аж заговариваться, Павел Сталин. Ну, 15-20 очков, сейчас вот 13 очков в разнице. Я говорю, приблизительно, что 15-20 очков это хороший разрешок. Сейчас можно мы последим за ударом Евгения? Вы, судя по всему, еще раз то же самое собираетесь сделать. Ну, сейчас гораздо ближе был биток, откровенно говоря. Итак, мы снова продолжаем следить за развитием событий во втором полуфинальном матче на Кубке Федерации Русского Бильярда. Евгений Сталев против Сергея Ермакова. 34-17 счет был, 34-20. Пока в пользу Евгения Сталева. И у меня в студии вместо безвременно ушедшего в кавычках Павла Швецова появился в студии Евгений Сталев. Только не тот Евгений Сталев, который сейчас играет на ваших охранах, а Евгений Сталев старший, заслуженный тренер Российской Федерации, мастер спорта международного класса, масса регалий и так далее. Все это по бильярду. Естественно, здрасте, Евгений Геннадьевич. Здравствуйте, уважаемые любители бильярды. Вот. Мы сейчас будем с вами разговаривать знаете о чем? О игре, которую Павел Швецов охарактеризовал как игра, в которую уже лет 100 никто не играл. Я знаю, что один из ваших сыновей Максим Сталев, старший, да? Он чуть ли не чемпион мира по игре вот в кайзу, причем не так давно. Все это случилось, там, ну, еще лет 10 не прошло наверняка. Вот скажите, пожалуйста, вам эта личная игра, она симпатична? Безусловно. Эта игра очень симпатична всем тем игрокам, которые играют не только руками, но и головой. Очень хорошее заявление. Я считаю, что вот суть отражена. А здесь, так сказать, помимо того, что ну вот нужно, так сказать, позицию решать, нужно стараться, так сказать, не столько класть, хотя вот есть же мнение, бытует мнение, да, о том, что в кайзу любой шар вот такой, который сейчас ваш сын не смог сыграть, если он такой становится, его обязательно нужно класть. Это так? Нет. Это не так. Это не так. Это ошибочное мнение. То есть здесь сыгрывание, оно, так сказать, не превалирует над тактикой, да? Безусловно. То есть обыграть можно именно чисто тактически и заставить соперника, допустим, сделать, ну, не знаю, такую страшную ошибку, после которой ты в два, в три, в четыре, в пять ударов соберешь всю партию на столе. Нет, здесь немножко по-другому, гораздо проще и в то же время сложнее. Очень интересно. Здесь, значит, некоторые молодежи думают, что он может положить все шары, он кладет один, второй шар, а человек, который играет в эту игру, ему не обязательно класть второй шар, когда он делает сразу карамболь по двум шарам и получает за один удар не два, три очка, а восемь, десять и более очков. Играет от борта от двух, от трех, делает такую позицию, подкатывает шара к лузе, чтобы соперник не видел его и следующим ударом выполняет такой сложный удар. Ну, то есть мастерство-то, безусловно, в покладке шаров должно присутствовать. Если вы говорите, что надо класть от одного, от двух, от трех бортов, да еще и с карамболем, это ли не мастерство? Мастерство поставить правильно, выбрать позицию, в каком плане? Поставить правильно своего шара и откатить шар соперника в такую позицию, чтобы не видно было с позиции соперника не твоего шара, чтобы он не мог его убрать с позиции, и в то же время твоим шаром можно было сыграть максимальное количество очков. То есть удавить его, грубо говоря. Да. Почему? в Кайзу играется результативный удар, имеется в виду не штрафной, пустого шара. Можно катить в любую точку стола. Это будет не штраф в Кайзу. Скорее всего, на повторе смотрите, раз, два, три, четыре, пять бортов сделал Женя, и если бы он все-таки подбил желтый шар, рядом прошел, то сколько бы очков ему начислили за... Вот он сыграл битка, утопил биток соперника, сделал пять бортов, не помню, сколько конкретно, пять бортов, и подбил бы еще, допустим, желтый шар. Это не важно, сколько бортов он сделал, потому что это был карамболь. Просто был бы карамболь, да? Да, и если бы он сделал пять бортов до забития шара, тогда каждый борт удваивает значение шара. Допустим, шар был два очка, пять бортов сделал, значит, десять или даже двенадцать кажется очков. Так, здесь Сергей Ермаков у нас снова пытается атаковать Лузу, но не совсем удачно. Достал он шар из Луза, играл с руки из дома. Вот Евгений Евгению прикатился желтый, три очка, 38-23, с досадой махнул. Хотел он, да, сделать карамболь, судя по всему? Рассчитывал на это. Смотрим. Да, расширял винтом, левый винт давал. Вот этот удар как прокомментируете? Это позиционная игра, уводит шар соперника на бесперспективную позицию. Но они сейчас так могут эти два шара друг друга катать? Да, да, поэтому мы Федерация Русского Бюлярда меняем правила, чтобы каким-то образом и ускорить, и улучшить зрелищность этого вида Бюлярда. Ну вот сейчас Женя на пустом месте ошибается. Ну нужно же класть такие шары, или я что-то не понимаю? Да, безусловно. Такие же нужно класть? Такие шары, да. Такие шары нужно класть, не просто класть, а делать обязательно или выход, или карамболь по одному или двум шарам. Ну выход-то как раз он здесь достойный себе сделал, правда, через, больше, чем через пол стола, ну прямой там стоял. В этой позиции проще было забить шара и сделать карамболь, чем делать выход под единицу, под белого шара, который стоит единицы всего. Ну вот видите-ка, Сергей Ермаков активно помогает Жене. Он сейчас посмотрит, точно будет совершенно рассчитывать на карамболь, а он не происходит. Аплодисменты начали было раздаваться, понимающие люди собрались в зале, тут же стихнет. Можно поздравить за этот удар, да? Выходом же это можно назвать? Безусловно. В его игре видно профессиональный подход в русскую пирамиду, но не в русскую партию. В русской партии обязательные удары с карамболем должны быть. Так, вот Евгений Геннадьевич, давайте сейчас как-то попытаемся прокомментировать то, что сделал Евгений Сталин, потому что у меня даже засчитали ему 7 очков. Повтору бы хотелось дождаться этого момента, если мы его увидим. Потому что там, вот посмотрите, значит, три раз карамболь был, да? Два с тем же шаром, правда, да? и еще раз с этим же шаром три соударения. Что, все эти два соударения не считаются? Нет. Карамболь считается по разным шарам. Можно по одному шару ударить пять раз, но это будет один карамболь. Один карамболь. Да. То есть, то, что он ударился трижды в один и тот же шар, это совершенно не важно. Это совершенно не важно. То есть, пять очков должны были записать Евгению Сталеву. Что в итоге и произошло? 48-23 впереди чемпион мира. Большое преимущество уже, да? Я так понимаю, что сложно отыграть его или все может развернуться в один момент? В принципе, да, но уровень этих игроков недостаточно для того, чтобы можно было закончить с одного удара эту партию. Ну, с одного ты удар в принципе не закончишь. Здесь максимальное количество какое можно набрать одним ударом? Вот, с Павлом Швецовым пытались вычислить и как-то не пришли к единому мнению. Ну, наверное, максимального нет количества, да, потому что ведь можно, не знаю, если силы хватит от 25 бортов заказать какой-нибудь шар, а потом после этого еще подбить все стоящие, все оставшиеся на поляне прицельные шары? Ну, на тренировке я делал 21 очко с одного удара. 21 очко. При этой системе подсчет, да? Да. От 5 бортов забивал желтый шар. Каждый борт шар 3 очка, каждый борт прибавляет, получается 18 и 3 очка шара. И еще караболь. Ну, вот сейчас, кстати, Сергею Ермакову недурственно было бы сделать такой удар, он бы быстренько подтянулся. О чем я сказал ниже, что уровень этих игроков, которые сейчас играют в русскую партию, недостаточен, чтобы выполнять такие сложнейшие удары. То есть не тех показываемых искать, да? Нет, показывайте тех, но они не готовы в эту игру играть. Очень много нужно тренироваться в нее. Именно в нее. Слушайте, Игорь Ермакович, а вот как финны, они же живут этой игрой, да? То есть вы хотите сказать, что, допустим, сейчас выпусти какого-нибудь Роупераска, да, с которым Женя играл на кубке Риги против него в Кайзу, и там ногами вперед собственно финский бильярдист вынесет нашего чемпиона мира? Нет. Нет? Нет. Это не произойдет по многим причинам. Ну, хотя бы вкратце парочку сформулируйте. Игра будет совершенно другая ответственность. Игры будет другая, потому что будет, так скажем, зарубежный игрок, и, естественно, это накладывает свой отпечаток на ведение игры. Евгений Сталин, да? Да, да, безусловно. Так, это раз причина, и два? Задержава-то обидно. Это понятно, тем более игра наша исконно русская, то, что она в Финляндии прижилась, это такое географическое недоразумение. Это раз. А вторая причина? А вторая причина, все-таки Евгений кладет шары в русском бильярде не хуже, чем любой из финских игроков. Понятно. Итак, дорогие друзья, продолжается второй полуфинальный поединок. Сергей Ермаков против Евгения Сталева. Пока солидное преимущество Евгения Сталева в матче в Кайзу в русскую партию в игре до 60 очков. Всего-навсего 12 баллов не хватает Евгению Сталеву до победы в первой партии. И ко мне, о чудо, присоединился мой коллега Павел Швецов. Вы знаете, Павел, пока вы отсутствовали, мы тут поговорили с отцом Евгением Сталевым, Евгением Сталевым-старшим, и он высказал ряд интересных мыслей. Вы можете как-то прокомментировать его, так сказать, заявление о том, что, в частности, уровень тех людей, которые сейчас пытаются забивать шары, он недостаточно высок для этой самой игры. Евгений Геннадьевич, я знаю давно и примерно представляю, что он имел в виду, скажем так, он имел в виду, что уровень готовности этих игроков в данную игру играть вот именно сейчас. Понятно, что если спортсмен не играет, не имеет наигрыша какого-то более-менее постоянного в течение года в игру, соответственно, возникают сложности, когда ты становишься и уже непосредственно на турнире, не на тренировке играешь, а на турнире, то есть ответственность, не хватает каких-то уже заготовленных тактических приемов, соответственно, может показаться, что общий уровень недостаточный. Ну, и зная Евгений Геннадьевич, он достаточно максималист, то есть хочет всегда максимального результата. В общем-то, это понятно. ну, и вот игра складывается именно таким образом, который говорит, что если и пытается, допустим, Сергей Ермаков, да, как-то тактически обыграть, ну, ему достаточно сложно, именно из-за того, что мало наигрыша именно в эту игру. Ну, я думаю, что этот турнир будет постоянным, и спортсмены будут к нему более тщательно готовиться, и уже любой следующий турнир в эту игру будет более такой полновесный, скажем так. Ну, вот сейчас мы смотрим, как Евгений в очередной раз пытается сделать хоть какой-то карамболь. Видите, от короткого борта хотел он подбить любой из красных шаров. Главное, что биток прошел рядом и с тем, рядом с другим, прям совсем. Там, какие-то миллиметры разминулся, но вот не задел. Поэтому у нас всего-навсего три очка. да, сделать карамболь не так просто. И, в общем-то, игра тактически подразумевает, может быть, она даже отчасти схожа с известным многим любителям снукера, потому что как бы родителю этой игры один и тот же. То есть пятишаровая игра, где три контрольных шара ставятся на определенные точки. Соответственно, если человек тренируется, то при постановке в одни и те же точки можно разыгрывать эти шары, два красных и желтых, забивая с выходами, да, и делать неплохие серии. Пока что, естественно, мы не видим таких вариантов, потому что они именно не заготовлены. То есть ведется позиционная игра, шары находятся в таком относительно хаотическом положении, то есть они не группируются на точки, не выставляются. Вот, спортсмены пытаются сделать карамболи, то есть использовать тот потенциал, который они сейчас, каким они сейчас обладают вот именно в этой игре. Пытаются атаковать. Женя, да, пытается атаковать, перерезает, мы видим. Ну, в общем-то, удачно, скажем так, относительно. И эта игра, конечно, подразумевает, что если ты встал атаковать, надо атаковать достаточно смело. Почему? Потому что пять шаров, здесь много зон, при которых атаки соперника не предвидится. Вот в данном случае Сергей Ермаков играл в середину, более тактически, можно было посвободнее играть, конечно, эти удары. И здесь, конечно, как мы видим, очень много шаров на больших дистанциях. Вот именно в эту игру эти шары надо играть с большой вероятностью сыгрывания. То есть, тренировать именно, то есть, если в какую-то Невскую игру, там, в американку, в московскую пирамиду, вот такие удары, как сейчас, допустим, делает Сергей, они подразумевают более такой тактический вариант, то есть, забил, не забил, переместил, свой отконтролировал. То здесь желательно атаковать максимально прицельно и максимально результативно. Ну, естественно, понимая, в каком положении находится биток, то есть, соперника. Тут, вообще, много факторов надо держать в голове, откровенно говоря. Я вот просто, как любитель бильярда, сыграв в нее первый раз в жизни, ну, скажем так, у меня голова начала закипать буквально на второй секунде игры, поскольку, ну, действительно, вот вы, Павел, так говорите, что есть много зон при пяти шарах, да, что, куда можно поставить, так сказать, свой биток, прикрыть там чем-нибудь биток соперника, и таких зон довольно много. Вот, я как любитель могу точно сказать, что когда первый раз стал играть, ни одной такой зоны я не видел. Ну, о чем я и говорил, что в любую игру, конечно, надо иметь практический навык, то есть, играть в нее нужно. Какой бы ты ни был обеспечен тактически, технически, став первый раз играть в определенную игру, то есть, выполнять определенные условия, все равно максимального результата достичь практически невозможно. Ну, мы видим, что оба спортсмена играют достаточно в ровную игру, то есть, до середины партии игра была примерно равная, ну, и после середины преимущество... Ну, там же неплохую серию сделал. Да, неплохую серию сделал, оно как бы выросло. А у Сергея Ермакова даже и шансы-то, собственно, были, но вот он как-то совсем уже не хочет ничего забивать. Ну, может быть, психологически. Мы уже видели, что Сергей встречался с Евгением в Риге в полуфинале. Я знаю, что они давно уже друг друга знают, и все-таки вот у Сергея, на мой взгляд, есть такой психологический дискомфорт, так называемый, когда он играет именно с Евгением. То есть, после того, как Евгений сделает некую серию большую, продолжительную, он немножко, на мой взгляд, теряет в своей игре, хотя вот по этому удару, в общем-то, и не скажешь. Сложный с борта точно попал. Вот сейчас можно заказать шаром, да, допустим, красным, об желтого в угол. можно, и может быть, даже если игрок наигрывал такие удары, понимает отскоки, при условии, что Евгений поставил свой шар плотно к борту, соответственно, можно играть и какие-то сложные дуплеты, вот о чем говорил Евгений Геннадьевич три борта заказать шар, четыре борта шар заказать. Почему? Потому что большое количество можно забить очков, тем самым, даже если в случае не забития, где бы шар не встал, кроме как бы практически не застрянет в лузе, сопернику будет сложно играть, потому что он сам своим ударом, как бы своими руками поставил шар плотно на бок. Поэтому здесь надо, конечно, очень внимательно помимо такой смелой атаки, смело атаковать, еще подразумевать то, что свой биток всегда надо выводить немножко в поле, тем самым усложняя тактический маневр соперника. Вот неплохой получился удар, скажем, он его играл, шар поднялся. Ну так опасно он шел. Да, и есть продолжение, то есть какое-то любое продолжение, ну смысл этого продолжения, что удобно играть. Опасно, да, было, потому что удар был бы не результативным, а штрафным. Ну это вроде как бы вывел неплохо, да? И такая ошибка, я бы сказал, детская. В игре Сергея Ермакова пытался не сильным ударом отконтролировать, чтобы сыграть красного потом, у меня это получилось. Ну тем самым, видите, как идеально сыграл сейчас введений. Ну я думаю, что, конечно, так, больше ставил в ту зону, но играл по лузе, естественно. Да, в эту игру очень много таких накатов на лузу чужого битка, и в случае результативного удара, видите, сразу некоторые преимущества, то есть, во-первых, можно атаковать красного, либо можно подкатывать в дом красного шара. Не видит он то ли возможность карамболя, не видит. Нет, он пытается сделать карамболь и срывает удар. Ну, я вот все-таки это все спешу именно на то, что мало практики в эту игру. Если спортсмен знал, что этот турнир будет хотя бы раз в год, и он у него постоянно в календаре висит, он бы к нему готовился, естественно, вот такие моменты, как вот сейчас, видите, перерезает, просто для того, чтобы сделать сильную оттяжку, сделать карамболь. Карамболь получается, но и перетягивает шар. Вот таких ошибок бы не было. Но я надеюсь, что этот турнир будет постоянным, ежегодным. И, соответственно, подготовка именно тактическая будет у каждого спортсмена, участвующегося на этом турнире более полновесная такая. Так, снова Евгений в атаке, снова неудачно. Напомню еще, что в эту игру играются только прицельные шары, и биток любой упавший это штраф. Поэтому, когда вот сейчас была атака и близко биток Евгения был к попаданию в среднюю вузу, это, конечно, надо быть внимательным игрокам, они это понимают. Но мы видели уже пару раз. Топили биток, да? Топили? Да, один раз упал, по-моему, несколько раз был совсем близко. Сергей. Вот, хорошо. Когда контролирует Евгений удар, то сыгрывание шара, оно уже практически стопроцентное. Как только начинает искать карамболь какой-то, да, сложный, естественно, усложняется удар, и, соответственно, результативность падает. Ну, вот сейчас очевидный карамболь, на ножелтый. Да, он очевидный, но, ведь он играл с средним ударом, пытался дать накат, не получилось. Попал три борта. Это шар, естественно, не считается, потому что в эту игру, еще раз напоминаю, строгий заказ. То есть все соударения должны быть в соответствии с заказом. Что в эту лузу не играл, непонятно. Ну, это да. Ну, видите, оказывается, вот, видите, как можно сыграть три борта и заработать не два очка с карамболем, а шесть. Но пока, опять же, вот мы смотрим, вроде как бы ошибка, Евгения, да, но это дает возможность тактического переосмысления, да, и в игре уже в следующий раз можно играть прицельно три борта такие, а не напрямую, не напрямую. Ну, не всегда, конечно, но, в общем-то, можно использовать и такой прием. Если человек будет наигрывать такие дуплеты, то они могут быть достаточно прицельными. Между тем, Сергей Ермаков сейчас очень неплохо поставил шар для Евгения, но, правда, тот и из этой ситуации умудрился напугать лузу. Вот биток Евгения стоит в поле, соответственно, либо, скорее всего, надо катить его на лузу с вероятностью сыгрывания, потому что явно атаковать нельзя, сложно будет контролировать любой прицельный атакуемый шар, а в случае перехода хода у Евгения будет просто удобный подход к своему битку, соответственно, прицельная атака. Вот. Вот видите, оборачивает таким образом, чтобы остается, видите, биток соперника на одной половине, а свой выводит под желтого. Женя рискует. Ну, в эту игру тоже. Видите, если он не довел до борта, надо рисковать и достаточно прицельный. Молодец, Евгений, великолепный сыгрывал. Пять очков. Сразу 60. И это, собственно, финал партии. 1-0 повел Евгений Сталев, с чем мы его и поздравляем. Эта игра, на мой взгляд, на порядок сложнее, чем свободная пирамида, московская пирамида, Невская пирамида. Но раз она такая сложная, то тот, кто в нее научится играть хорошо, то ты, соответственно, во все остальные игры будут играть. Так, вот тот же вариант статистики нам практически предлагается, как и после игры в Невскую пирамиду, в Свободную пирамиду. Не знаю, что вы успели там усмотреть, но суть не в этом. Хотелось бы чуть-чуть порассуждать на тему того, что сказал Сергей Ермаков. Павел, вот как вам кажется, прав ли Сергей? В том плане, что тот, кто научится в пятишаровую партию вот так вот здорово обманывать всех своих оппонентов, тот, значит, и будет королем во всех других играх. Так вы считаете? Ну, пятишаровая игра это именно есть начало игры в бильярд. То есть, чистый бильярд, я его так бы назвал. Соответственно, если вы сможете здесь эти пять шаров контролировать, то и в любую другую игру вам будет достаточно просто играть. Ну, Павел, дело в том, что в той же Невской пирамиде, да, или в той же американке этих шаров на столе чуть больше, чем в три раза находятся. А как же научиться? В основном, в основном... Ой, сейчас давайте отвлечимся на секундочку, сейчас очень, очень хороший шар сыгрывает. Сергей Ермаков, посмотрите, он... Ну, мы отмечали, что в середину можно в комбинации играть. Да, в комбинации середину можно напрямую, конечно же, нельзя. Такой удар, что аж судья наша заволновалась, хотела поставить красный шар на центральную линию. Ну, вот если вернуться к этой игре, то есть, это начало-начало, здесь контролируешь пять шаров. В любой удар, в любой игре контролируется два, но максимум три шара. Соответственно, здесь нету... То есть, здесь надо играть уметь все, то есть, и контролировать биток, выводить его в определенные зоны, и сыгрывать дуплеты различные, и иметь возможность после сыгрывания определить траекторию движения битка таким образом, чтобы произвести карамболь. В общем-то, изначально это и есть бильярд. То есть, это как бы сказал ему один знакомый, откуда ноги растут у бильярда. И все остальные производные, американка, московская пирамида, с точки зрения тактики, может быть, ну не то, что они проще, они, скажем так, привычнее, привычнее. Вот, я бы только вот в этом вопросе немножко бы как бы подискутировал с Сергеем Ермаком, что именно из-за того, что он пока что мало тратил время на это, соответственно, возможно, ему кажется, что игра немножко сложнее. Вот в первую очередь. На самом деле она проще. Она не проще, в общем-то, примерно одинаковая, если играть в бильярд на определенном уровне, но согласен в том плане, что если человек научится определить себе тактику и возможность технического обеспечения этой тактики в эту игру, то в любую другую игру ему будет просто и в пирамиду и в Невскую, и в Московскую пирамиду, и в русскую. Ну что же, это был Павел Швецов с мнением о том, что вот финская партия это и есть как раз как раз то место, откуда, так сказать, выросли ноги всего русского бильярда. Русская партия все-таки. Да, русская партия. Просто хочется отметить, что в Европе играли и называли ее Кайза, а поскольку Финляндия была когда-то в составе России, империи, то после определенных событий 1917 года как бы бильярд там остался на том уровне, ну, то есть как на уровне 1917 года и остался. И только сейчас вот когда начали показывать снукер много по телевизору, пул немножко пропагандировать, я знаю, что финны начали играть достаточно неплохо и в снукер пытаются сыграть и в пул, вот, и уже вот эта Кайза, то есть практически одно и то же, что русская партия, там разницы обычно нет никакой, ну, ощутимый, смысл тот же. Ну, надо сказать, что финны-то играют в Кайзу на 10-футовых столах и шары у них чуть поменьше. Ну, чуть-чуть поменьше шары? Нет, не поменьше. Ну, точно такие же. Столы поменьше. Столы поменьше, шары такие же. Потому что основной размер шара русского 68, который у нас закрепился, еще есть размер 70 миллиметров диаметра. Ну, сейчас как бы вот все играют практически 70-миллиметровых нигде нет. Они легче, те шары, просто из другого материала были сделаны. на мой взгляд, это даже более профессионально, потому что играть шаром такого веса очень сложно. Вот, а между тем, Евгений, на мой взгляд, вошел в игру. Ну, естественно, соперник ему позволяет, где-то делает немножко некачественные удары, и Евгений находит свою игру, достаточно результативно атакует. Смотрите, забитие, два борта, выход. Вот о чем я говорил, когда шар выставляется на одну и ту же точку, можно натренировать, ну, практически, да, несколько раз можно сыграть. Я знаю, что вот Евгений, у него тренировка такая есть, он ставит именно на точку, ставит прямого, и сыгрывая чужого, несколько раз, контролируя биток. То есть, один раз поставил с руки прямого, там, оттяжка, вот такой выход обратно через два борта, если создалось резко. Вот и порядка семи раз он может это забить. То есть, соответственно, при этой игре можно семь раз забить красного. А это 14 очков, тоже неплохо. Да, на дороге не валяется. Ну вот, оборотней, как мы отмечали, что с руки, когда соперник играет, может в комбинации играть четыре лузы. Ближние две к себе и в среднем. Вообще, во все лузы может играть. В комбинации во все, да, но напрямую может сыграть противоположную угловую из дома, да. Отличный удар в исполнении Евгения, достаточно сложный. Пытался накатить, давал накат такой, чтобы сделать карамболь. Ну, винта, может быть, надо было покруче взять. Ну, сложно было. Ну, безусловно. подобраться к шару имам. Вот три очка надо атаковать смело в угол, естественно, подразумевая постановку своего шара. Ну, сейчас сорвал удар Евгений и видите, как и вывел красного, подбил желтым и свой. Стал тоже, его можно сыграть, ну, наверное, через красный надо сейчас играть комбинацию Сергея Ермакова. Очень-то счет 15-6 не катастрофичный в партии, но пока вот по так как развиваются события, я вот, скажем, не знаю, за счет чего сейчас Сергей сможет найти контраргументы Евгения, чтобы выиграть. Расклеился он, Да, ну, я отмечал, что есть у него такое, тут бывает он именно при игре с Евгением, когда тот сыгрывает какую-то сложную серию, он так немножко начинает, как говорят спортсмена, плыть. Ну вот, пристрастился Евгений к ударам в тонкую резку, несколько подряд он пытался их сыграть, некоторые успешно, некоторые вот так, близко, но не падает. Причем в любой бильярдной можно играть в эту игру, даже если нет желтых и красных, можно номерные шары ставить, немножко сложнее будет играть, скажем, первый, второй, это битки, третий, четвертый, это красный, а пятый, это желтый шар. Можно свободно для тренировки играть, может, каждый попробовать эту игру, то есть, необязательно иметь какой-то комплект цветных шаров, то есть, это не принципиально. Немножко контролировать будет сложно, все время надо обращать будет на номер шара. я думаю, я думаю, что можно сходить на три соседних стола, попросить битки, тем более, прекрасно будет, если битки разноцветные, два красных, один желтый, тем более, что в американку обычно же все гоняют, правильно, разгоняют в американку, все равно, есть там желтый или красный шар, нет. Это да. В общем, можно найти выход из любого положения. Ну, вот и просто можно попробовать и уже как бы оценить именно слова Сергея Ермакова о том, что это сложная игра на самом деле. Я, на самом деле, присоединяюсь полностью к Сергею Ермакову в том плане, что говорил уже, так сказать, о своих личных впечатлениях после игры. Ну, близко, близко. Так вот, попробовать, конечно, нужно, тогда вы узнаете всю прелесть того положения, в котором сейчас пребывают игроки, которых видите на экране. А когда-то в свое время, более 100 лет назад, практически, кроме этой игры и русской пирамиды, ни во что другое не играли. То есть, не было там ни московских, ни американок, ни невских, и многих других игр. Вот основные игры были, это пирамида и русская партия. Вот, иногда играли в фишки, но на фишки у меня нет какой-то информации. Много в них играли, мало, но я знаю, что если вот в билярной как-то поселится, так сказать, вирус пиршечников, то обязательно человек 5-10 каждый день могут около стола часов по 10 стоять, набивать эти тысячи очков. Надеюсь, мы в финале теперь увидим эту игру, то есть, третью игру, этого турнира, это русские фишки или кегли, так будет правильнее даже назвать, русские кегли, фишки. Вот, а между тем, такая позиционная сейчас была игра, атака сейчас у Сергея Ермакова. немножко срывает удары, уводит свой биток, но маски нет. Можно сыграть чужого, можно в среднюю, да, сложная, очень резко, вот отсюда видно, очень сложная веска. он на перерезке играет, видимо, а, нет. А, играл дуплет. Дуплет играл, да. Ну, как раз в этой позиции можно иногда дуплетировать, подразумевая вот именно такую постановку шаров. Ну, что, оборотнивый, да? Можно оборотнивый, можно даже дуплет в угол сыграть желтый, но не думаю, что он будет его играть. Нет, просто изменять позицию, да. В этой позиции оборотнивый может быть не лучшее решение, вот если вот это в размер попадает. Видите, в размер попадает неплохо, но выводит свой шар для сыгрывания в середину. Ну, так тут надо попасть на дыше. Постараться, да. Потому что в случае промаха... Ну, опять же, все зависит от размера, с какой скоростью будет нанесен удар. Видите, легко сыгрывает. Почему? Потому что биток свой после своего удара он оставил скажем так в комфортном для подхода месте. То есть, легко подойти, не близко к борту. Ну, что? Это уже будет посложнее. Ну, тут два варианта. Либо атака в середину, достаточно, да, сложная, скажем так, большая резка, либо тактически желтого подкатить в дом и закатить туда белый шар, свой биток. Ну, да, чтобы Евгений мог выбивать и тот, и другой только лишь через какую-то комбинацию бортов. Да. Потому что напрямую надо обязательно напомнить, что при руке, при игре с руки из дома обязательно, чтобы шар вышел из дома. Ну, что ж так не везет-то. Но, дорогие друзья, вот этот шар сейчас Евгению Сталеву, как говорил мой коллега Павел Шевцов, нельзя будет играть напрямую. Вернулись мы снова к игре. Очень неудачно провел предыдущий удар Сергей Ермаков. Рисковал он и чуть-чуть не свезло. Оставил он в среднем УЗе в красный шар. И вот надо же так случиться, что и желтый подкатился таким образом, что не составляло большого труда Евгению забить и этот красный шар, и следом за ним вы видите желтый. Хотя, наверное, сейчас мог бы сделать карамболь, да, но он точно выходил на красный шар, зная это. Да, красный близко к УЗе. Теперь, смотрите, раскручивает, пошире дает. Потому что, видите, шары становятся на точках и достаточно понятно, куда надо выводить биток. Вот сейчас позиция, все цветные на точках. Вот это надо уже комбинацию разыгрывать. И сейчас пытается сделать выход в середину, усложняет удар и тем самым усложнив, понижает результативность Евгения. Ну, что-то не похоже на Женю, потому что тут довольно очевидный был выход под удар в среднюю лузу. Даже он так еще бросил ки с досадой после удара. Наверное, вряд ли такого мастера можно сбить вот таким усложнением, собственно, удара. На мягкой, на мягкой оттяжке играл в середину. В общем-то, я думаю, это связано, может быть, еще и с тем, что у Евгения есть темп игры какой-то, да? Он немножко быстрый. А игру, которую немножко не освоил, опять же, исходя из реалий жизненных, потому что в эту игру, наверное, первый турнир за сто лет проводится. Дело в том, что его родной брат Максим Сталик является чемпионом мира по этой игре, а его родному брату я точно знаю. То есть, в общем, не готовились они меньше сто лет. у нас, в русскую партию. В Кайзу есть турниры, да, а в русскую партию никто не играл, и она как бы не культивировалась в России. нигде. Соответственно, вот этот темп, он немножко может избивать Евгения, то есть, он немножко быстро играет. Чуть-чуть замедлит, чуть-чуть повнимательней, а он уже привык в другие игры именно вести вот, ну скажем, в таком темпе игру. Это может тоже сказываться, кстати, на результативность. Сейчас великолепную серию опять делает Евгений. 2 плюс 5, 7 очков, да? забил красного, забил желтого с карамболем по красному, это 7 очков. Атакует биток соперника в середину нерезультативно. Ну видите, как выводит свой биток, чтобы удобно сыграть красного, который стоит достаточно близко к борту, но и близко к лузе. То есть, вероятность сыгрывания большая. Сейчас нужно будет его отбивать. Правда, там стоят два красных шара, для Евгения не будет проблем сыграть ни один, ни другой. Вот сейчас выбор у Сергея, либо позиционно играть, отбивать биток соперника, либо брать дополнительное оборудование, машинку, и атаковать в угол желтого, либо напрямую, либо от шара. Там хорошо абриколем проходит, да? Но тогда... Ну, может быть, не абриколем, может быть, конечно, проще напрямую. В случае срыва удара есть возможность отбить вот этот шар близко стоящий. Нет, игра этот шар великолепно сыгрывает Сергей этот шар. Соответственно, пять очков, желтый вузу от красного, 3,2, 5. Великолепно сыгрывает, смотрите, на повторе видно, четко. А вот хочется посмотреть, как встал его биток, судя по этому повтору. Да, вышел, скажем так, на удобную позицию для сыгрывания красного шара и с возможным карамболем. За такой удар, конечно, можно было бы и получше выйти, чего уж там говорить. Не, отлично сыграл, но, на мой взгляд, немножко спешит Сергей, видите? То есть, и Сергей спешит? срывает удары. В общем-то, это свойственно на игре, в которую немножко не хватает тактического опыта. Про Сергея нельзя сказать, что это вообще такой спешный игрок. Так, судя по аплодисментам вращающемуся шару на повторе. Нет больше этого шара уже. Забил его, Евгений. А вот, посмотрим на повторе, да, ой, здорово. Очень тонкий. Был ли карамболь, мы не успели его глядеть, но, судя по всему, судья громко объявила, что очко накатывает желтого, результативно накатывает. Между прочим, сейчас свой-то вряд ли в дом у него зашел. Да, в общем-то, удар, я говорю, повезло Евгению, что шар упал, и есть продолжение тактическое. Почему? Потому что даже в случае, если бы он подкатил шар, близко к угловой стоял красный. То есть, хорошая возможность было забить его сопернику. А после сыгрывания красного легко было. Ох, какой удар сейчас сделает Евгений великолепный. Через весь стол с желтого с карамболем по красному, да. Молодец. Ну что, находит Евгений игру, находит свою игру. Видно, смотрите, как отлично сыгрывает. Большая уже серия, больше 10 очков и выходит под красного. Ну. Ну и обидная ошибка. Ну, посчитал, видимо, Женя, что все уже полетит у него и так. А нет. 44-12, конечно, подавляющее преимущество во второй партии. Напомню, что все полуфиналы проходят до двух побед. Поэтому, если сейчас Евгений побеждает, то он выходит в финал, где ему будет противостоять Эдуард Галиянс, обыгравший Аслана Бузоева в игру под названием «Русская пирамида» 81 очка. Ну, с карамболем отлично. Да, еще карамболь. Напомню вам, что нужно заказывать все удары, даже на всякий случай очевидные удары можно заказывать. Единственное, что не заказывают, это карамболи. Поэтому они считаются. Так, ну вот, сейчас есть возможность начать очень неплохую серию Сергея Ермакова. Но в том ли он состоянии? Нет, когда готовится, я говорил, что, конечно, согласен с вами, что Сергей неспешный игрок, но в самом выполнении у него иногда спешность проявляется. Да. Именно вот, когда он чувствует такой дискомфорт. И, скорее всего, это связано именно с тем, что он играет с Евгением Сталевым. А Евгений уже достаточно свободная игра идет. Он раскованно играет, конечно. Играет раскованно, он впереди и в партиях и в партии. Видите, как стоит после игры Сергей оставил биток свой на борту и сразу сложности у него возникают. Ну, конечно, Евгений Сталев не стал трогать его биток, пускай стоит на борту поплотнее. Ну, и Евгений тоже поставил в общем-то близко к борту и надо смотреть Сергею какие-то возможности. Допустим, дуплет в угол можно играть смело. А лучше, конечно, тактически, ну, поточнее надо было сыграть вот, да, именно вот таким образом заводить шары. Все небо закрыло ему сейчас. Кроме вот ударов в середину стоит, немножко неприцельно уводит шар. Видите, здесь надо четко уводить шары. неориентировочно. Потому что всего пять шаров и, конечно, траектории должны более четко просматриваться. Сюжой красный с карамболем по желтому возможно. Да, попытка оттянуть, срывается удар у Сергея. Соответственно, результат отрицательный, то есть не забит шары, карамболь не произошел. Себе в среднюю оборачивал желтого Евгения. Видите, подразумевая, что в случае несыгрывания надо было больше резать. Тогда, конечно, безобидно было бы позиция, если даже шар не упал. А вот если бы сейчас не скондрился желтый, он как раз выходил под игру в середину. Может быть, на ту половину стола он уходил, так что не сахар был бы Сергея. Ну что же, у нас по-прежнему преимущество Евгения Сталева, собственно, ничего не изменилось. 48-12 и не видно за счет чего и чем Сергей Ермаков собирается перекрыть достижение своего оппонента. Ну, сейчас как раз началась такая позиционная полоса в игре. Нету явных атак. И это свойственно этой игре, что может 10-15 ударов быть позиционным. Хотя, теоретически всегда можно сыграть какой-то дуплет. Вот Евгений находит наисложнейший по тонкой резке в середину, забивает его, совершает карамболь с красным, то есть делает 5 очков и уже в однозначной цифре он от победы в этой партии и в этой встрече. Ну... Да, это очень сложно. Нет, когда у Евгения идет игра, это, конечно, смотреть одно удовольствие. Он там такие вещи вытворяет, такие мысли посещают его вот эту вот голову. Ловить, конечно, такое удается не всегда, но вот сейчас, пока идет уже не игра, наслаждайтесь, дорогие любители бильярда. Жалко, что дистанция слишком коротка для наслаждения, всего-навсего себе очков его нужно сделать. ну, это должен забираться, да? Да. Хорошо, сыгрывает карамболь четырех. Подбивает четырех. Дальше. много ударов Сергей не дорезал в середину, это именно по тонкой резке, а этот собрался, сделал, хотя достаточно сложный, близко стоящие шары сложно срезать. еще и с машинкой. Еще и с машинкой. Ну, вот как-то, знаете, так сам себе делал выход, что тут же не атакующий удар произвел. Не, позиционно, видите, не доводит биток соперника до борта, то есть дает возможность атаковать. Ну, Ежене, кстати, какой раз уже покупается? Ну, он правильно играл, в общем, прицельный шар, надо сыгрывать его. Я говорю, возможно, немножко спешит, чуть-чуть спешит, чуть-чуть перерезает, потому что темп новой игры должен быть более медленный, а общий опыт Евгения говорит о том, что он может играть быстрее. И вот за счет вот этого дисбаланса временного подготовки удара, есть какие-то погрешности, вкрадываются точность удара. Видите, вот Евгений лучше размер соблюдает. Нет, ну, тут главное, вот он завел шар, посмотрим, виден ли его биток сопернику. Потому что всегда играть, во-первых, сложно с борта, из луза, это всегда очень сложно. Результат сразу процент падает, видите, и биток соперника не виден. Вот, что сейчас будет делать? Шаром успевать или же ну, такая непростая позиция сейчас у Сергея. Видите, то есть открывает ему открывает в угол, желтого открывает, но правильно катил, смотрите, если бы он точно поставил красный в лузу, да, и как раз к борту, то есть закрыв игру желтого. Я понимаю, да, а зачем сейчас игру желтого-то играет? Потому что надо играть, да. Потому что забирает здорово, а не проще было сыграть в угол сначала красного? Нет, играл правильно, потому что близко, удобно играть, там тянулся надо. не попал бы, не попал, ничего особенного страшного не было, потому что позиция чужого битка такая, скажем, для Евгения комфортно. Два очка надо Евгению, напомню, что в эту игру белым шаром одним очком заканчивать нельзя, не штрафом, надо забить обязательно два очка. Вот, ну, такой расхлябанный удар, штраф, упал. 58, 18, со счет, два очка у Евгения Старева никто не отнимет, просто добавит Сергею Юрмакову. И следующий удар он будет делать с руки, тем самым, как бы усложнив себе немножко жизнь в окончании этой партии. Хороший удар Сергей делает и выводит под желтого же. Да, в середину сейчас можно будет опять таковать желтый. Напомню, что желтый два раза в середину напрямую играть нельзя, только в комбинации. Вот, если сейчас Сергей забьет желтого, то второй раз в середину в любую нельзя играть напрямую, только в комбинации. Да, немножко расконцентрируется у него внимание, нет четкости в тактическом выборе, и поэтому срыв удара всегда происходит. Мы, Павел, были неправы ввели в заблуждение наших телезрителей относительно того, что Сергея Юрмаков приписали за штраф Евгения Сталева не два очка, а три, поскольку, естественно, он играл желтого шара и от него утопил биток, соответственно, стоимость шара есть стоимость штрафа. за исключением белого шара, поскольку штраф меньше двух быть не может. Евгений на кураже. Сложно атаковал красного шара в угол. Но чувствуется у него же отпустило, уже как бы выигрывал эту игру. видит, что соперник сопротивляется, но достаточно слабо. Ну, вот 10 очков взял, поднимахом практически. Ну, игра может наказать именно за такие удары. В общем, скажем так, с одного удара забить 5-8 очков несложно, да, 3-4 подхода, это уже под 50. Павел, обратите внимание, на повторе сейчас будет видно, как же он здорово провел-то свой шар, куда попал. Ну, вот да, хоть по цепи один-другой, представляете, сколько было бы, уже. То есть, два сыграл, плюс 3, плюс 2. Уже было бы семечко. А так, только два. И тут же в оборону. Хороший удар в размер, шар, чужой биток подкатил к борту, уже сложно сопернику что-то будет делать. Вот, атакует красным Евгений середину. Такой более позиционный удар. Ну, тем самым, дает именно этого красного сыграть в угол. Ну, или этого, или другого. Стоит и тот, и другой, неплохо. вот этого выбирает. Тот, чтобы поудобнее. Попытки с карамболем. Шар биток. Сергей Ермаков рядом проходит. Соответственно, вышел, да, Неконтролируемый был. Да, великолепно. 60. И снова, дорогие друзья, Вильминя Сталев побеждает своего соперника. Поскольку это вторая партия. Вот, вот он, Евгений победитель и финалист нашего турнира. Здесь нужно играть три борта, четыре борта, свой ком играть от борта, когда позиционная игра стала. Вот у Сергея Ермакова, когда я подкатил желтого шара в лузу, вот, ему из дома приходилось играть от борта в лубору, Здесь надо знать полностью стол, от борта отдают, вот. И, ну, начинающим игрокам эту игру тяжело будет обыграть профессионалам. Я думаю, даже нереально. Ну что же, дорогие друзья, конечно, любому начинающему игроку обыграть профессионала вообще сложно, а уж в эту игру однозначно. Вот статистика, процент попадания для Кайза, надо сказать, очень неплох. Ну что же, дорогие друзья, мы увидим с вами матч на третье место и финал, и мы прощаемся с вами до этих пор. До свидания, дорогие друзья.